Система очистки сточных вод, попадающих в Волгу, давно устарели. Их обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Экология». На протяжении двух лет в поселке Вурнары решают вопрос очистки водных отходов. Очистка сточных вод – давняя проблема поселка. Старые пруды от стойники порядком изношены, им больше 70 лет. Да и технологии давно устарели. Некачественно очищенные воды со всего поселка Вурнары с десятитысячным населением сливаются в Апнерку. Оттуда попадают в Малый Цивиль, а он – приток Волги. Благодаря региональному проекту оздоровления Большой реки нашлись средства для строительства очистных. Объект уже возводится на протяжении двух лет. Общее финансирование – 406 миллионов. На текущий 2020 год у нас запланировано выделение средств в размере 177 миллионов рублей. И есть соответствующий график выполнения работ. Мы видим, что на объекте все работы ведутся в соответствии с графиком. Более 10 километров магистральных сетей уже уложены. Под землей пущены две ветки – южная и северная. У каждой своя насосная станция. На 70% готовые и сами очистные. Сейчас монтируют оборудование. Технологии чистки здесь у нас используются. У нас в Чувашеи. Я в ближайших регионах тоже не видел. Именно мембранная очистка. Раньше мембранная очистка применялась на очистке воды. Питьевой воды. А сейчас начали использовать именно на очистке системы канализации. И я думаю, что она будет очищать стопроцентно. После очистки, мембранной очистки, здесь сразу уходят стоки, уходят на ультрафиолет. К первому сентября планируют начать пусконаладочные работы. Протестировать сеть, чтобы по контракту к ноябрю сдать в эксплуатацию весь комплекс. Он примет сточные воды с многоквартирных домов, частного сектора и четырех крупных предприятий. У нас, поскольку еще кроме зоофилиала фирмы «Август», имеются два предприятия пищевых. Это вурнерский мясокомбинат и вурнерозавод «Сом», который работает с животным жиром. Поэтому в этом году ведутся работы по монтажу и завершению строительства жирового ловителя на этих предприятиях. Без ввода в эксплуатацию этих объектов мы их подключать не будем, поскольку оно засоряет все фильтры и выйдет из строя станция очистки. Кроме того, мы маленькие жилители устанавливаем как в детских садах, так и в школах поселка Урнары. Старые сети оставят в качестве резервных, но использовать будут в крайних случаях. Кстати, после введения новой системы водоотведения коммунальщики уверены, что количество аварий уменьшится в разы. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.